МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Лариса Гузеева в эфире. Давай поженимся. Программа о том, как избавиться от одиночества. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня на нашу невесту претендует три жениха. Это танцующий фотограф Анатолий, ласковый охотник Игорь и мечтательный программист Алексей. А невеста у нас Эльвира. Давайте посмотрим. Эльвира 30 лет. Увела возлюбленного из семьи. Но когда он предложил ей жить втроем с бывшей женой, бросила его. Эльвира эксперт по недвижимости, собирается открыть свое агентство. Хочет побывать в Америке и для этого изучает английский язык. Эльвира не выносит запах табака и поэтому никогда не свяжет жизнь с курящим мужчиной. Готова родить двоих детей, но домохозяйкой становиться не намерена. Давайте встретим Эльвиру. Мы ждем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, проходите. Она в таком же разом платье, как наш жених. Как же вас угораздило-то вот так увезти мужчину из семьи, а потом еще поступило такое гнусное предложение? Рассказывайте. На самом деле я не считаю, что я уводила его из семьи. Мы когда познакомились, сначала у нас были дружеские отношения, потому что я сразу узнала, что он женат. Мы общались и потом, значит, я решила даже отдалиться от него, потому что у меня возникла симпатия. А работали по-прежнему вместе? Нет. И с работы я тоже ушла. То есть я, можно сказать, как бы прекратила какое-то общение. А с кроватой тоже же не выход. Надо вопрос закрыть и решить. Прошло какое-то время, и я узнаю от подруги, что от него ушла жена. И ушла не просто так, а с вещами. Ну, достаточно серьезно. То есть, да? Вот. И мне захотелось с ним встретиться. Все, понятно. Что здесь такого? И что, влюбленная молодая девушка? Имейте право. Тем более узнали, что он расстался с женой, со своей. И буквально где-то через месяц я уже переехала к нему. Он, в принципе, позвал жить. То есть закрутилась. Мы прожили полгода уже как. И, в общем-то, объявилась жена. Он ее привел? Нет, он не привел. Она позвонила. Но, в принципе, она знала уже, что вот он живет со мной. Она объявилась, она позвонила. И он захотел... Он говорит, мне нужно с ней встретиться. Я отпустила его. И он вернулся вместе с ней. И разбил Бенелли сердце. Он предложил жить втроем. Но он не мог сделать выбор никакой. Он говорил, что я и тебя люблю, и ее люблю. Сколько раз ты предлагал женщине пожить втроем? Двум женщинам. Буквально я через неделю предлагаю. В общем, это все так длилось. И никто не мог принять решение. Я решила сама уйти. Я все-таки решила, что... То есть втроем пожили, да? Нет, конечно. Вы какое-то время довольно долго существовали две женщины с одним мужчиной. Нет, это было недолго. Это недели две-три. То есть было две-три встречи. Да, то есть... И я видела, что они не могут... И он мучается, и она мучается. Вы его любили в это время? Да. Чем закончилась эта история? Я ушла. Я собрала вещи. Я приняла решение уйти сама. Такое ощущение, что он фыркает и уходит. А, ты смотри, его нету. Смотри, как его нету. В принципе, никто меня не выгонял. Но я ушла сама. И уехала домой. Уехала домой. И там я узнала, что я беременна. В общем-то, позвонила ему и озвучила эту новость. Новость? Да. Он вообще не сказал ничего сначала. И то, чтобы оставить ребенка, тоже не сказал. Как потом он мне сказал, что он подумал, что я все это преддумала. Это уловка ваша женская. Ну, понятно. Вы избавились от ребенка, потому что он не настаивал на рождении. Да. Вернулись в Москву? Вернулась через некоторое время, через пару месяцев. И... У вас снова закрутилось? Нет. Прошло время, я узнала, что они опять разошлись. Он развелся с ней официально? Через какое-то время, да. И вы стали вместе жить? Да. И мы стали вместе жить и прожили пять лет в общей сложности. Но он начал пить? Да. Были такие предпосылки, так скажем. Вот, в общем-то, выпивал. Не то, чтобы прям пить, выпивал, да. Не работал, не хотел работать. Чем закончилась все это? И чем закончилась? Я ушла. Я собрала вещи, я ушла. Ушла окончательно. Были у меня... Он жив? Сейчас нет. К сожалению, его нет. Уже два года будет. Мне жалко, Эльвира, что была в вашей жизни такая грустная история. Но, надеюсь, она вас чему-то научила. Я вот хочу к сестре и к подруге обратиться. Вы можете назвать характер Эльвиры легким? Могу ответить на этот вопрос просто. Хотя Эля кажется легкой блондинкой. На самом деле, очень глубоко скрыт ранимый, нежный, чувственный человечек, которого я очень люблю. Я ее знаю очень хорошо. Это замечательный человек. Мне кажется, у вас тяжелый характер. Я не буду говорить, что я вся такая идеальная. Но есть свои минусы, свои плюсы. Но я не считаю свой характер тяжелым. Вы сейчас откроете, наверняка, у вас пробивной характер. Те, кто приезжает в Москву, как правило, добиваются. А вы уже многое добились. Вот вы откроете агентство, будете зарабатывать неплохие деньги. Мужу отдавать деньги будете? Отдавать деньги, в смысле, я зарабатываю и отдаю ему деньги? Да. Будете? Я считаю, не то, что кто-то что-то должен друг другу отдавать. Должно быть общее, я считаю. Будет у нас все общее. Да, будет все общее, но нет. Кто будет главенствовать все в отношениях? Я вообще за равноправие, но... Когда женщина говорит о равноправии, это значит, вы будете. Да? Конечно. Нет, я буду не против, если мужчина будет глава семьи, потому что у меня это в крови есть. Мы постараемся максимально раскрыть женихов, которые сейчас придут за вас бороться. Идите, знакомьтесь с первым парнем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Я Эля. Я Анатолий. Очень приятно. Вы очень изящны. Спасибо. И выглядите гораздо интереснее, чем на фотографии. Спасибо. Спасибо, проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. Здравствуйте. А кто пришел вас поддержать? Это мой друг. Его зовут Георгий, но вам проще Гоша. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень приятно. Остальное давайте узнаем. Посмотрим на экран. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Анатолий. 33 года. Был женат дважды. Во всех женщин влюблялся с первого взгляда. Баловал избранец романтикой, но не хотел обеспечивать быт. Анатолий по образованию экономист, но работает фотографом. Увлекается фехтованием и бальными танцами. Организует вечера вальсов. Анатолию нравятся аристократки. Ему кажется, что Эльвира интеллигентна и хорошо воспитана. АПЛОДИСМЕНТЫ Анатолий, вы были дважды женаты. Почему развелись с первой женой? Это был юношеский брак. Я на тот момент еще не знал, что такое настоящее чувство. Все так сложилось. Дружба, давнее знакомство, ожидание серьезных отношений. Рождение ребенка. Да. Рождение ребенка было уже в браке. И поэтому он сложился именно так. Но потом я столкнулся просто с настоящими чувствами. А сколько вам было лет, когда родился ребенок? 21 год. 20 лет. Общаетесь? Дочь, да, у меня каждые каникулы проводит. И вот тут вы, разведясь, встретили настоящую свою любовь. Расскажите. Ну, это была большая история. Она была юна. Ей было 17 лет, когда мы познакомились. Фотомодель. Очень умная. И как-то так сложилось, что мы оказались в одной компании. Я не сразу ее увлекся. Но по мере того, как отношения развивались, у меня сложился ужасный внутренний такой конфликт. Потому что я был правильно воспитанный мальчик, который, конечно же, никогда не изменяет жене, не знает, что такое влюбляться в других женщин. Он вести серьезные отношения, должен влюсти обязательства. А при этом голова отказывалась думать, потому что чувства меня просто захлестывали. Вот еще и к тому же он влюбчивый. То есть он художник, любой художник влюбчивый. Да, я вас понимаю. Жена, изможденная родами, с обвисшей грудью, кормящая, не успевает заняться собой. И тут 17-летняя нимфа такая. Ты как хочешь там с обвисшей грудью, так и живи с этим. Вы женились на ней? Нет. Она была юна. И как-то не было вопросов о официальных каких-то отношениях, еще о чем-то. Просто это был роман. Вот когда мы разошлись, тогда у нас начались отношения. И они чем закончились эти отношения? Мы были вместе почти 4 года. Это был один из самых феерических периодов в моей жизни. Но у меня с самого начала было ощущение, что это обреченные отношения, как-то так. Кроме того, у меня было ощущение, что я больше в нее влюблен, чем она в меня. И все это, наверное, накладывалось и привело к тому, что они постепенно перегорели. И вы женились повторно, да? Ну, был какой-то период. Ну, естественно, ну, конечно. И вот вы женились второй раз на ком? Мы познакомились в транспорте. И после этого очень быстро развивался роман. Потому что буквально там, ну, вскоре назначили свидание. Через неделю в первый раз поцеловались, через 10 дней сделала предложение, она согласилась. И? Мы делали вместе разные творческие проекты, несколько раз оказывались на одной работе. Нет, на журналист. Вместе переехали в Москву, там, устраивались. Ну, логично было пожениться. Ну да, нет, мы поженились вот сразу, как сделала предложение, мы поженились, все. Ему кайфово жить с журналисткой. Потому что это женщина, которая порхает везде и всегда. Прожили здесь несколько лет, и вдруг оказалось, что вот эти наши совместные дела, планы, проекты, свершения, они больше имеют значение, чем враг. То есть деньги? Да нет, это не денежные были проекты, больше творческие или какие-то такие. Мы оказались друзьями, соратниками. Совмещать не хватило ума? Совмещать хватило, но когда нет вот чего-то того, что делает парные отношения именно парными. Ну, быт. Ну, вот была творческая женщина у вас, и вас это не устроит. Что же вам не хватает? У меня усоводит проблем с бытом. Я могу сам квартиру содержать, сам готовить. Ну, хорошо. Вот смотрите, у вас какой был опыт. Вам всего 33 года, а у вас уже было три вот таких вот значительных историй в жизни. Сделали наверняка вывод. Сегодня кого хотите? Какую женщину рядом с собой? Ну, во-первых, это должны быть все-таки отношения друг для друга. Оба человека должны понимать, что эти отношения важны для них. Потому что... Ну, естественно, по-другому не бывает. Бывает. Бывает, что возникает карьера, бывает, что возникают дети. О, а вот карьеры. У нас невестка как раз и строит карьеру. А мне бы хотелось бы знать, потому что невестка, правда, все денежки наши. А карьера... Чего путать, да? А, допустим, она будет зарабатывать больше, чем вы. Не будет вас это никак коробить? Наверное, немножко будет. У вас есть какая-то мечта, Анатолий? Я очень люблю путешествовать. И поэтому мне бы хотелось в большую поездку, там, где-нибудь на полгода, например, уехать в Азию или в Южную Америку. А что там делать полгода? Я просто как человек, который постоянно находится... Фотограф. Он будет все это запечатлять на пленку. Ну, поездить, посмотреть разные места, разные люди. А на что? Не устаете отдыхать? Нет. Все, дети здесь не нужны. Понимаешь? Отношения двух людей. Да подождите, вы о детях. Ну, вот по поводу путешествия я могу сказать. Уже что-то общее есть, потому что я тоже люблю путешествовать. За ваш счет, Эльверочка? Нет, не за мой. Ну, а за какой? Ну, послушайте, вы что, дети, что ли, я никак не понимаю? Вам Лариса говорит о том, что, ну, все-таки надо заработать на это. Ну, почему? Нет, кто-то ведь может довольствоваться, не знаю, там, однозвездочные бывают гостиницы или какие-то съемные комнаты. Хостелы бывают. Да, да. Ну, вы готовы в таких съемных? А кто-то только может в суперапартаментах жить, поэтому же все очень по-разному. Вы даже специальные пособия, как проехать всю страну, автостопом продаются. Вы это готовы делать автостопом, в ночлежках ночевать и так далее? Просто мне объясните, может, я что-то не понимаю. Нет, бывают пары, которые решают сами для себя, что они будут именно путешествовать, вот так колотиться в творчестве. Дети им не нужны. Каждый имеет право жить так, как он выбрал себе. И не обязательно, что все пары, которые к нам приходят, должны жить по какой-то абсолютно, не знаю, запрограммированной... Согласна, конечно. Я просто могу сказать, что какое-то время... Вам четвертый десяток, какое время, Элечка? А вот скажите, ваша семья через 3-4 года? Клина, как вы себе ее представляете? Клина, вот два, а вы время. Семья ваша через 3-4 года, какая она? Я думаю, что надо будет увеличить жилье, чтобы было свободно жить, к минимуму один ребенок. А что вы вкладываете в понятие любить? Как вы любите женщину? Что в этом понятии? Как я люблю ее, что я чувствую, или как я люблю, что я делаю? Что делаете для нее, для любимой? Ну, ухаживаю, оказываю знаки внимания, говорю комплименты. Кроме того, если я люблю, значит, я рад ее видеть. А когда я рад ее видеть, ну, это же чувствуется сразу, возникает совершенно другая атмосфера, когда оказываешься рядом. А вас, наверное, стоимость подарков интересовала, да? А вот вы сами же и попадаете. С кем вы соревнуетесь, девчонки? Мы, что все профи сидим. А как вам вообще кажется, вам везло в жизни с женщинами или не очень? Да. Да? Вы, конечно, такой абсолютно классический романтик. Любите все красиво, и женщина вам должна быть подстать изысканная, интеллигентная. Вы аккуратист? Очень настроение зависит. Вот сейчас в вашей холостяцкой квартире... Кстати, есть квартира? Ну, я сейчас снимаю, а вообще у меня строится квартира, да. У вас будет порядок по вашему усмотрению, или в ваш монастырь может прийти жена со своей... А это зависит от того, кто прибирается. Если она будет прибираться, пусть будет по ее усмотрению. Если нет, тогда, по-моему. Мастер на все руки. И готовит, и убирается, и все делает. У вас есть какие-то привычки, сформировавшиеся, с которыми жена должна будет смириться? Кухня – это моя вочина. Кухня, в смысле готовка? И, соответственно, ну, во-первых, так я больше, скорее всего, буду готовить, то, значит, не оформлена она будет так, как мне удобно. А почему? Не доверяете жене? Нет, я люблю это делать. А, вот в чем дело. Ну, здорово, правда? Пожалуйста, покажи сюрприз, который приготовили. Коля, сейчас будет большой эксперимент, потому что урока по валюсу обычно занимает 2 часа. Из них 30 минут техника, а полтора часа наработка. А нам сейчас на все нужно будет за 2 минуты сделать. Или за 1. Что умеем, то и дарим. Вперед. Раз, два, три. От меня. Раз, два, три. От меня. Улыбаемся. Зрителям. Не под ноги смотрите. Смотрим друг на друга. Смотрим на зрителей. Каблуком ошибется не туда. Спасибо вам. Вы замечательно смотритесь. Спасибо большое. Вы можете пройти в свою комнату. Это было ужасно. Эльмира и Ксения, что вы скажете? Анатолий очень интересный молодой человек. Творческий, это сразу видно. Но мне кажется, он очень импульсивный. И чуть-чуть не подойдет, мне кажется. Что вы скажете? Я могу сказать, человек, да, вот творчество не отнять. Человек романтик, творческий романтик. Причем, то есть, вот, вот, какие-то вот эмоции, может быть, он готов давать Эле, да? Но во всем остальном, вот, я взрослый человек, и я вижу, как его ребенком. Вот так вот. Приговор. Ой, милый, милый мальчик. И будет таким еще очень долго. И, конечно, у него хороший вкус, у него изысканные манеры. Он вот такой приятный до невозможности. И очень хорошо образован. Вы посмотрите, как он одет. Конечно, вы девушка для него очень простая. И не найдете вы с ним точек соприкосновения. Поверьте. Сначала он вам скажет, что вам нужно вернуть натуральный цвет волос, потому что это отстоит позавчера. И так далее. Будет это делать нежно, ласково, но это не меняет никак. Результат не ваш. Допустим, найдет мужчину 33-х лет, который умеет так ухаживать. Надо научиться быть счастливым с тем, что у тебя есть. Вот как раз, мне кажется, Анатолий именно тот человек, который счастлив тем, что есть. Но жизнь немножко по-другому. И вы живете в другую реальность. Кстати, я тоже. Как потопаешь, так и полопаешь. Конечно, Анатолий не вписывается в нашу тему, что нашел, то и съел. Ну, фигня какая-то, в общем-то. Так что, конечно, да, не будем, Анатолий, не грызть, отпустим с Богом. А я не грызу, он мне очень понравился. Нет, а я про себя говорю. Счастливый человек, которого устраивает то, что он имеет. Счастливый. Я считаю, что вы пробросаетесь, если отпустите этого жениха, потому что он вам неплохо подходит, он достаточно стоик для вас. Да, не столь простоват, как вы хотели бы. Но при этом он способен ужиться рядом с любой девушкой, если она будет с ним постоянно обмениваться чувствами. Вот он именно это живое ценит. Вы сами сказали, не хочу никакой материальности. Тот мужчина, который вам сможет эти чувства дать. Итак, Эля познакомилась с первым женихом. Следующее свидание через несколько минут. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» это программа о том, как найти свою половинку на студии Эльвира. Пожалуйста, проходите и знакомьтесь со вторым женихом. АПЛОДИСМЕНТЫ Эльвира, здравствуйте. Меня зовут Игорь. Очень приятно. Я подготовил речь, но она померкла. Вы прекрасны. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я приготовил речь, но она померкла. Ну, я ее забыл, дачка. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. С кем вы пришли? Я прошел со своими подругами Леной и Мариной. Очень приятно. Остальное узнаем, посмотрев ваш ролик. АПЛОДИСМЕНТЫ Игорь, 33 года. Влюблялся в стервозных девушек и очень скоро понимал, что они им только пользуются. Игорь – руководитель отдела продаж в крупной фирме. Живет с родителями, но в любой момент готов отделиться. Игорю не нравятся заносчивые женщины. Он устал от карьеристок и надеется, что для Эльвиры семья будет на первом месте. АПЛОДИСМЕНТЫ Игорь, что же это такое? Почему же вас так использовали женщины? Ну, я бы не сказал, что меня в этой жизни не использовали. Просто на самом деле это жизнь. Ну, на стерв везло. Ну, да. Ну, расскажите вот самую яркую историю. Ой, ну, самая яркая история в моей жизни – это то, что я встречался с девочками, начали жить вместе. Вот. И в конечном счете я на день рождения купил ей машину. Тогда были возможности, было все. Вот. Скажем так, она попала в аварию, где сбила двух пешеходов. И попросила меня сесть за нее в тюрьму. Не она именно, а ее родители. И родители и она? Родители в первую очередь. А вы что? Я отказался. Ну, потому что у вас есть свои родители, и не для этого они вас рожали, правильно? Естественно, да. Вот истинный драматизм. А мы там, жены, дети. Не говори. И как она отреагировала? Я просто пытался помочь, то есть, соответственно, я нанял адвоката, да, и, ну, все, что от меня зависело, я сделал, скажем так. Я мог ее поддержать морально, там, еще как-то. Вы поддержали? Да. Просто чуткий мужик. По-моему, одинокий, ну, единственный сын. Живет с родителями. У него, значит, с эмоциональной сферой все должно быть в порядке. А пешеходы пострадали очень? М-м-м, да. Пострадали хорошо, причем девочка, там было очень много операций, то есть. И она инвалид? Да, девочка, да. А вторая? Вторая на смерть. И сколько же она отсидела? Три года. Она была трезвая за рулем? М-м, да. Нет. 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 И что теперь? А что с теми родителями этих девочек? Нет, на самом деле, родители, те девочки, на самом деле, мне, в принципе, даже помогли, я могу сказать. Дело в том, что, когда мне пришла повестка в суд, я просто на первое слушание не пошел. Мне позвонили родители той девочки, которая пострадала, и сказали, что как раз моя бывшая на меня наговаривает. Ты еще бы чуть-чуть, и он бы сидел там. То есть они мне помогли. Вас еще бы засудили бы. Да. Ну, вряд ли, но там были свидетели. Ужасная история для другой программы. Ну, у вас еще были какие-то, да, такие яркие? Да, я жил с девочкой еще пять лет. Мы встречались, жили вместе. С девочкой сколько было? Лет 11? Нет. Соответственно, нет. Она была моя ровесница. Ну, какая же она девочка тогда? Девушка, женщина? Ну, ласковая девочка. Ну, понятно. И что там произошло? Ну, мы жили пять лет. Скажем так, просто-напросто, в конечном счете, стало просто удобно. Ей удобно? А, Б. Ну, я про себя говорю. Не за нее, а про себя. То есть огромных чувств, может быть, не было, да, но мне было с этим человеком комфортно, хорошо. Вот. И просто-напросто, когда уже я понял, что отношения не приходят ни к чему, вот, плюс ко всему у нее начались гулянки, ну, то есть там она могла задержаться, там, поздно домой прийти. Мне, в принципе, это не нравится. Она стала выпивать? Да. Приходила пьяненькая. Вы расстались? Да. А еще у вас последняя какая-то история была самая яркая? Это было ли чувства, эмоции, страсть, любовь. И что произошло у вас? Мы расстались. Она уехала с другим человеком. Скажите, Игорь, а как вам кажется, почему вы притягиваете вот таких неприличных женщин? Почему неприличных? Просто три дряни, извините. Я могу сказать, все равно это хорошие женщины. Все равно они меня научили в этой жизни многому. Очень. Но они мне придали сил. Все равно абсолютный кандидат. Слушай, раз, я так аккуратненько про свое достоинство упомянула. Игорь, если для вас женщина, которая совершает безнравственные поступки, вы говорите, что в этом ничего страшного нет, и они были хорошие женщины, и она вас многого научила, я вам тогда желаю встретить их четвертую и пятую, пока вы не обидитесь. Нет, спасибо, я просто на самом деле нахлебался раз. То есть нахлебались. Да. Поэтому сделали выводы какие-то, и сегодня какую хотите жену? Спокойную, добрую, нежную, ласковую, умничку, очаровашку. А на что будете в первую очередь, вот на первом свидании, например, обращать внимание? На разговор. То есть, как поставлена речь, на самом деле это очень важно, да, опять же таки, на поддержание диалога. Если с человеком не о чем поговорить, то дальше никаких отношений-то и не пойдут. А бюджет совместный у вас будет? Да. Или раздельный? Совместный. А вот у нас Эльвирочка хочет, в общем-то, совместные это ваши и наши, а вот наши это наши. Вас такая позиция устроит? Еще раз схему, вы расскажите, пожалуйста. Это женская тактика. Короче говоря, все деньги, которые вы приносите, это будет ваши общие. А ее денежки, которые она зарабатывает, это будет только ее. На колготки, да? Ну да, ну там неплохо на колготки. Там и дом на колготки можно построить. Но, в принципе, я ничего в этом плохого не вижу. Очень хорошо. С другой стороны, хотелось бы... А вообще, мне кажется, это правильная модель. Я слушаю тебя, Роза, каждый раз, и меня что-то начинает злобить то, что у меня... По-другому. Я все отдаю. И меня злобит. Я все отдаю мужу. Как-то это неправильно. Уже так сложилось. Это неправильно, мне кажется. А главное, что уже не поменяешь, Лариса. Не, а зачем мужу отдавать? Просто, на самом деле, если она хорошо ведет хозяйство и умеет это делать, да, пожалуйста. Игорь, покажите, пожалуйста, сюрприз. Подожди, подожди. А сейчас самое интересное будет. Эля, это декоративная веточка. Вот, на ней, на самом деле, цветочки. Вот, и каждому цветочку, каждому листику прикреплены мои пожелания. Что я хотел бы, чтобы у тебя в этой жизни было. Хорошо, спасибо большое. Сделано своими руками. Очень красиво, спасибо. Спасибо. А вы можете посмотреть из своей комнаты, что здесь будет происходить. Младенький, все здорово. Он так заменжевался, на самом деле, ты уже какой-то. Не так долго мутили. Как впечатление у вас от жениха? Игорь, очень понравился. Мне кажется, вот это тот человек, который подошел бы Эли, чувствуется уверенность в себе, чувствуется понимание жизни, к чему стремиться, за что бороться. Он очень положительный человек. Я же говорю, что мы больше понравимся. Кошмарики. Да, вообще здорово, молодец. Вы знаете, мне понравился один момент, то, что вот то, что происходило в его жизни с его женщинами, он как бы, вот негатив, он не выливает наружу, то есть не выносит ссоры из избы. Это очень хорошо для мужчины, потому что, как бы что ни происходило, это их отношения. А говорит он окружающим только положительные вещи о своих женщинах. Это очень важно, я считаю, для мужчины. Спасибо, девчонки. Что вы скажете? Мне очень понравился, очень милый молодой человек. И что еще понравилось? Мне кажется, он очень ответственный, добрый и, в принципе, только положительные впечатления произвел. Я считаю, что каждый человек в жизни получает то, что он заслужил. То, что у него не получается с женщинами, он виноват сам. Все не просто так. Когда ты поощряешь и прикрываешь преступника, ты сам преступник. Вот, извините, не понравился. Все, Гузиев, я тебя больше не люблю. Мне кажется, судьба Игоря способна вызвать буквально сострадание и сочувствие, потому что ему нравятся девушки дерзкого и хулиганистого типа, которые бросают вызов ему, бросают вызов обществу, конкурируют с ним. И получается, он стоит перед сложным выбором. Найти себе девушку спокойной и тихой, которая такой не будет, но не будет его радовать. Либо выбирать все время таких проблемных девушек. Ему самому себе нужно задать вопрос, почему он стремится к таким именно проблемным, можно сказать, девушкам. Почему он их выбирает. Как только он себе на этот вопрос ответит, я думаю, он сможет найти девушку, которая в себе и внешнюю дерзость будет сочетать. И сумеет адаптироваться к этой жизни нормально. Итак, Элли познакомилась с очередным женихом. Через несколько минут третье свидание. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся». Сегодня мы ищем пару Элли. Идите и знакомьтесь с третьим женихом. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Элли. Я рад, что эта весна подарила мне возможность встретиться с такой прекрасной девушкой. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Это было феичное приветствие. Отжег. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. С кем вы? Это мои две подруги, Настя и Ольга. Очень приятно. Остальное узнаем, посмотрев на вас на экране. Хорошо. Алексей. 34 года. Принял жену с чужим ребенком, но не смог ужиться со свекром. Когда стал отцом во втором браке, почувствовал себя ненужным. Алексей – программист, живет и заводит романы в интернете. В реальности проживает на квартире с мамой, но мечтает построить домик на Кубе. Алексей не любит, когда ему давят на мозги и пытаются им манипулировать. Он уверен, что Эльвира не станет этого делать. А почему так уверен, что Эля не будет вам давить на мозги? Ну, такие красивые глаза этого просто не могут делать. Они очень мягкие, чтобы давить. Это делают обычно не глаза. Да. Открою секрет. Да. Но мне такая мягкая улыбка, что она просто не может. Алексей, что значит женщины, которые вами манипулируют? Те, которые заставляют меня делать то, что я не хочу. А чего вы не хотите? Много чего. Иногда мыть посуду не хочу. Правильно, а то борода не будет расти. Да, правильно. Да? Еще что? Ну, что ваши требовали, вспоминайте. Ну, в принципе, и все. Да, в принципе, да. Главное, чтобы не мыть посуду, а все остальное нормально. Ага. Долго там зависаете в интернете? Долго. У меня работа связана с тем, что я могу до 4 утра сидеть за компьютером. Это в связи с работой. Это в связи с работой. А еще часов в 6 в удовольствие. Ну, раздражает всех этот жон. Да, да, да. Ну, дико раздражает. Если у вас есть работа, определитесь, с 5 до 8, там, какое-то время. Но невозможно жить в виртуальном мире, невозможно. Знакомиться с девушками, влюбляться в них. Вот расскажите, эти истории связаны со знакомствами по интернету. Ох, так это очень просто. У меня вторая жена как раз, я с ней познакомился в интернете, на форуме. Я собирался прыгнуть с парашюта и кинул кличик, кто со мной. Вот две девушки согласились. Одному умирать страшно. Да, одному умирать страшно, поэтому лучше втроем. И что, они согласились? Они согласились, я прыгнул. Лучше быть мертвым, чем трусом. Вот. Потом отвез обоих домой, и одна осталась. Она стала моей женой. Молодец. Ну, хорошо, закончилась история, замечательно. И? И прожили с ней. Она стала вас заставлять мыть посуду, и вы развелись. Нет, посуду я тогда мыл сам. Ну, и до такой степени намылись, что уже не хочется. Не, ну, вначале-то все счастливы. Как-то недовый месяц все равно же был. А потом уже началось. Сколько прожили? Восемь лет. Что вам не нравилось в вашей жене? Что вас раздражало? Я думаю, слишком большая рассудочность. Слишком большая. То есть человек, у которого все по полочкам разложено. Человек, который все просчитывает на 10 ходов вперед. Это, конечно, классно, это замечательно, но это иногда напрягает. Ну, и потом ребенок родился, наверное, на вас, внимание, нуль, все ребенку. Да, да, это тоже было. Вы же понимаете, что женщины, родив ребенка, по-другому не могут, если они нормальные. Да, не могут, но это должно продолжаться некоторое время. Если год, два, три это продолжается, то это уже не нормально. А обеспечивали, достойно обеспечивали? Ей все хватало? Естественно, все хватало. А какого внимания вы бы хотели к себе от жены? Вот смотрите, какого внимания мы, женщины, хотим, мы понимаем. Цветы, стихи, комплименты, там, какая-то светская жизнь, какие-то добрые слова сказанные. А вот какого вы, мужчины, от нас ждете внимания обычно? Какого? Ну, когда приходишь домой в три часа ночи, и наутро жена не знает, когда ты пришел, это уже начинает напрягивать. Обалдеть! Она должна ждать вас, подперев щучку пальчиком с горячим ужином. А она работала? Да. И при этом ребенок? И при этом она должна была до трех часов ночи сидеть, вас ждать. Нет, не обязательно. Можно хотя бы... Тогда сразу вопрос, а зачем вы приходили в три часа ночи с работы? Что за работа такая, которая требует такого присутствия? У меня была работа одно время за 40 километров от Москвы. Для вас принципиально, чтобы жена вас встречала после работы и провожала на работу? Провожать не обязательно. Встречать обязательно? Встречать желательно. Он, короче, еще даже не определился, что ему надо. Точно. Нет, прямо говорите обязательно. Почему нет? А там уже договоритесь на выходные, когда жене будет позволить или не дождаться вас. Вполне да. Обязательно. Пусть. Сейчас ребенку сколько? Сейчас 7 лет. А 7 лет вы воспитываете его? Да, я с ней часто очень вижусь. Вы согласны, что женщина должна встречать мужа с работы? Я согласна. Я не против встречать, но провожать, допустим, я сова вообще в принципе по натуре. Провожать не обязательно. Вот, поэтому для меня легче встретить ночь. С вечера приготовьте завтрак, закройте салфеткой. Есть еще какие-то женские обязательно? Допустим, вы не будете стирать, не будете следить за порядком. Нет. Главное не устраивать истерик. А истерик по понятию вообще, в общем, такой неконтролируемый. Вообще-то. Ну, я понимаю, да, уж если устроилась, то устроилась. Алексей, тогда давайте определимся, какая женщина нужна? Добрая, отзывчивая, верная, сидящая дома. Не карьеристка. Не карьеристка. Или, чтобы была работа, но работа и была в радость. Потому что женщина, которая приходит уставшей, замученной после работы, это катастрофа. А домик на Кубе на что купите? Или когда в перспективе? Я надеюсь, что на мое. Нет, нет. Понятно, что на ваше. Когда? Когда? Программисты не особо зарабатывают. Программисты не особо зарабатывают, но сейчас на Кубе такая ситуация, что все возможно. Я просто трудно себе представляю. И что вы там будете делать, если купите дом? Жить. Может быть, писать книги. Что-то много. Курить сигары, пить ром и смотреть, как передо мной танцуют танки кубинские девушки. А о чем книгу хотите написать? Ну, вот, желание какое? Ну, как говорится, прежде чем писать биографию, нужно пожить. Ну, еще чуть-чуть пожить, и можно писать биографию. Старик и горе. С бабами, которые были в жизни вашей. Показывайте сюрприз. Сейчас, подожди, что-то отчебучит, отожгет. Я не мог не запечатлеть такую красоту, поэтому я сделал вот такой пакет. Огромное вам спасибо. Супер-супер-супер. Алексей, проходите, пожалуйста, в свою комнату. Спасибо. Буквально через несколько минут узнаете, кого выбрала Эля. Как-то напрягся прям совсем. Что скажете? Алексей умеет удивлять. Это да. Вы что скажете? Мне очень понравился подарок. Подкупил. Сразу скажу. Удивил, подкупил. Рамка безновата. Рамку побогаче бы, да? Но в данном случае, знаете, вот мне показалось, человек, который хотел бы жить с женщиной, да, он хотел бы для нее, чтобы у нее были какие-то обязательства, ответственность перед человеком. При этом сам он хочет оставаться свободным. Правильно. Причем абсолютно свободным. Конечно. И вот это очень смешает. Поэтому и мечта о самой свободной стране в мире Кубе. Потому что там больше половины фотошопов. Ей просто не нравится программист. Да. Мы слишком умные. Ну, конечно, с материальной точки зрения вообще никакой. Еще долго будете Кубу ждать в этом плане. В принципе, знаете, живет как в сказке. Ну, как в интернете, наверное. Крикнул домик, крикнул жена, кликнул там это. Так пускай остается там, собственно говоря, у нас реальная женщина. Не знаю. Мне кажется, они просто не заметили то, что есть. Печальная история. Потому что мужчина, который, в общем, отчетливо понимает, что он ничем феноменально из ряда других не выбивается. Ну, обычный нормальный парень, можно так сказать. Но при этом амбиции зашкаливает. И он хочет от своей женщины уважение, ну, буквально граничащего с поклонением, что ли. Естественно, она ему не давала такого уважения и поклонения. Не отдавалась ему полностью, не вставала в три часа ночи, не целовала пыль под его ногами, выходя спиной, как фараону делали. Пусть не каждый день, но хотя бы иногда. Поэтому, собственно, и расстался. Я не знаю пока, за какие такие достоинства женщина должна так почитать сей великий талант. Я предлагаю нам начать обсуждение и кого-то, Элечке, посоветовать из женихов. Элечка, мне очень понравился. Игорь, во всяком случае, создал первое впечатление именно того человека, который тебе нужен. Ну, как ты оцениваешь свои шансы? Элечка, я могу сказать, идеальных людей не бывает. И в данном ситуации я кратко хотела бы сказать положительное и отрицательное, да? Анатолий, как бы, очень творческий, грациозный, научит тебя вальс танцевать, кстати. По сравнению с автомобилем на день рождения я не конкурент, а способен на данный момент. Игорь защитит в любой ситуации, поддержку тебя окажет в любых ситуациях твоих жизненных. И Алексей, как бы, будет рисовать тебе много портретов. У тебя вся квартира будет вешана портретами. В принципе, так же можно и на Кубе вместе жить. Вполне, может, из этого что-то и получится. Но я могу сказать, считаю, что не надо выбирать никого. Вот так. Вот так. И я поаплодирую этому. Потому что, нет, я объясню почему. Потому что, в принципе, ну, насколько... Мне кажется, Элли не полностью раскрылась здесь, как бы. И мне кажется, что не построит она серьезных отношений. Вы знаете, бывает достойная, но как бы оправа вот не та, да? Ни богаче, ни беднее, но просто не та, не подходит. Я бы вам, конечно, порекомендовала Анатолия Первого. Он бы вас немножко обтесал по-московски. Многому бы научил. Придал бы вам лоск. Ну, уж привил какие-то бы, не знаю, прекрасные манеры. Научилась бы вас танцевать, что неплохо. Поэтому я, конечно, за Анатолия двумя руками. Брачный рынок, он и есть рынок. Вот если все-таки говорить рыночными понятиями, есть, допустим, абсолютная цена, то есть то, насколько вы себя сами оцениваете, как по человеческим качествам, и, соответственно, жениха. А есть рыночная цена, то, за сколько вас хотят купить. Это имеет, кстати, отношение и к женихам, купцам и к невестам. Вот правильно выбрали того, у кого, в принципе, кто по рыночным ценам все-таки выглядит более... И плевать на прошлое, правда же, которое придет к нам. Конечно, конечно, конечно. Единственное, мужчина вам действительно подходит среди всех трех женихов. И это Анатолий, конечно. У меня нет никакого сомнения, что выбирать имеет смысл только его. Если вы хотите отношений душевных, отношений настоящих, потому что он вам их способен дать, в принципе. Точно так же, как вы его девушка. Я в этом уверена. Сейчас слышите свое сердце, оно вас не обманет. И вы прислушайтесь к своему сердцу. Сейчас на экране появятся наши будущие герои. Если кто-то из них вам понравился, и вы захотите с ними познакомиться на нашей программе, отправьте смс номером участника на номер 4-4. Наталья, 32 года, номер 871. Стилист. Любит путешествовать, фотографировать, общаться с друзьями. Хочет восхищаться своим мужчиной, а не избавлять его от комплексов. Поэтому ищет сильного и уверенного в себе спутника жизни. Ксения, 25 лет, номер 879. Служащая банка. Ведет активный образ жизни, любит готовить и создавать в доме уют. Ищет мужчину, который подарит ей не только свое сердце, но и путешествия по Европе. Мы не знаем, выйдет Эля одна или с избранником. В любом случае, я приглашаю всех выйти из комнаты и поддержать Эля. АПЛОДИСМЕНТЫ Только что на наших глазах сложилась пара. Эля выбрала Игоря. Если вы хотите оказаться на месте нашего героя, заполняйте анкету на сайте Первого канала. С вами была Лариса Гузеева. Желаю вам, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон»